Беспринципность к тому, кто жил без правил, был неразборщив, друждый и всеяден, сто раз на дню ступал на те же грабли, ошибки совершал одни и те же кряду. Так поступает только потому, что Иисус не стал их главным другом. Уставы правила под самой сгнутой минут, душа слепая лошадь на жерновах по кругу. То не сотрудники, как с ними тяжело, их пути извились по буеракам ямам, к добру стремясь высиживать зло, владыщица их в сердце самость. Священное писание есть свет, но польза от него лишь там, где совесть. То капитальный труд, не скляксами конспект, принципиальность ценно с божественной солью. На первом месте чистота души, уметь расслышать голос Иеговы, где совесть чистая сомнением не першит. Как догадались, там вторично Божье слово. Быть человеком можно лишь с Христом, поступки с Божьей истиной сверяя. Кто в этом направлении не двинул и перстом, тот о каком хлопочет и лопочет рая. Живу уже не я, но Иисус, хозяин, вершит свой труд во мне, и я с ним согласен. Где послушания в сотрудники не взяли, там слово Божье не отличат от басен. Невежды грубым обзовут надменно. Подлог составят, принципы порушат. Что из того, под зад таких коленом, грех оскопил, контузил, ненужные муши? Будь тверд библейской крепостью в Иисусе, ласкай на слух и на язык Писание. Есть принципы духовные, зовут путем их узким. День торжества в конце пути настанет 2 мая 2005 года.